Дала, Клишенфандер, Гармонь и не только. Инструменты, без которых сложно представить национальную музыку. На всем Северном Кавказе единственная мастерская, которая занимается их изготовлением, находится во Владикавказе. Однако после пожара, который произошел два года назад, производство полностью не восстановилось. О том, с какими трудностями приходится сталкиваться мастерам сегодня, расскажет Георгий Запаров. Единственное на Кавказе, а потому уникальное производство. Национальные музыкальные инструменты здесь, как и сотни лет назад, собирают вручную. Дуа, Даштанон, Дала, Кишенфандер. А еще гармошки и трещотки. Все, без чего невозможно представить традиционную кавказскую музыку. Николай Цедай в ремесле 35 лет. Уже не вспомнит, сколько музыкальных инструментов изготовил. Сейчас трудится над полутоновой гармошкой. От деревянной заготовки до первого аккорда два месяца. Лес берется, пилится. Вот затем склейка, потом голоса. Вот сейчас, наверное, голоса. Ну и ТАПа 3-4, наверное. Каждый инструмент на предыдущий не похож. Да, делается одно и то же делаем, но они как-то разные. А дальше изделие попадает в струнный цех. Здесь от опыта мастеров зависит итоговое звучание инструмента. Очень важно правильно разметить ладовую часть и натянуть струны. Иначе заготовку придется разбирать и собирать сначала. Где-то бывают небольшие нюансы. Это надо уже на месте исправлять. Где-то небольшие эти минусы, мы их доводим до плюсов. Короче, до совершенства. Да, до полного совершенства. Потому что люди берут в руку инструменты и не играют. Интересно и то, как настраивают инструменты. Например, качество гармошки проверяют еще в момент сборки. Эти металлические детали называются голоса. На ней придают инструменту знакомое всем звучание. Специальным аппаратам в настроечной кабине их доводят до совершенства. А после окончательно закрепляют результат. Пока один мастер проверяет звук, другой изготавливает для гармошки так называемый мех. Электрокартон клеится на подрамник, а дальше дело техники. Клеится лайка. То есть вот это вот все картон. А вот цвет как предоставляет? Вот этот вот картон. А цвет это уже наклеиваем сюда ткань. А цвет можно выбирать любой? Любой, да. Абсолютно любой цвет можно выбирать. А вот я знаю, что вы и клей сами варите еще, так? Да. Клей вот здесь варится в клеянке. И с помощью этого клея клеится у нас вот эта ткань красная и дерматин. Творческая атмосфера с национальным колоритом. На первый взгляд проблем здесь просто не может быть. Однако это не так. Оказывается, народный промысел вовсе под угрозой исчезновения. Допустить этого сотрудники фабрики, конечно, не могут. Чтобы сохранить ремесло, создали некоммерческую автономную организацию. Очень важно обеспечить преемственность кадровую, так как у нас мастера достаточно все пожилые люди. Вообще в республике по народно-художественным промыслам очень много пожилых людей, от которых очень важно вовремя перенять вот эту традицию. Нет ни одного училища, который бы по этой профессии обучал. Вообще по музыкальному мастеру, изготовитель народных инструментов. Не обязательно даже кавказских. То есть у нас только на производстве мы можем обучить. Проект Екатерины Селезневой «Сохранение музыкальных традиций Кавказа в современности» финалист конкурса «Мой проект в моей стране». Проект призван сохранить и популяризировать народные художественные промысла на производстве фабрики «Фандер». Но там говорят, старение и отсутствие кадров – не единственная проблема. Раньше производство находилось в этом здании. А два года назад здесь произошел пожар и взрыв газа. Последствия можно увидеть и сейчас. Предприятие вынуждено рядовать соседнее помещение, в котором очень тесно. Сразу после случившегося власти республики обещали помочь, но, к сожалению, подходящего помещения пока не нашли. А тем, кто хранит нашу культуру, очень хочется работать и развиваться в комфортных условиях. Георгий Запаров, Александр Каджаев. Новости Осетии.